Сегодня 2 мая день рождения Белорусской партии Белая Русь, поэтому сегодня мы решили партийным активом высадить Аллею Единства на память об этом знаменательном дне. На сегодня количество членов Белорусской партии Белая Русь в Брестской области почти 9 тысяч человек. Год назад у нас было полторы тысячи. Это говорит о том, что мы сумели сплотить вокруг себя единомышленников, тех людей, которые настроены патриотично, по-государственному, которые, не желая силы времени, работают на благо нашей любимой страны. Инициатива, исходящая от партийцев, была поддержана руководителями, поскольку сама по себе идея хорошая. Символизм посадки Аллеи прост, это делается на долгие годы, в память о хорошей дате, а еще это определенный вклад в благоустройство Бреста, его озеленение. Ведь городской сад – любимое место Брещан и взрослых, и малышей, и 30 вечно зеленых пехт будут расти вместе с юными горожанами и радовать глаз. Вечно зеленые деревья выбраны для этой цели. Ведь оно стало после благоустройства этой территории, местом отдыха горожан, такое любимое. Соответственно, рядом набережная. Ну и будет, конечно, установлена и соответствующая табличка в честь этой аллеи, которая как раз сегодня закладывается. Символично, что на годовщину и в преддверии еще 9 мая тут будет много акций проходить различных, где как раз члены партии будут принимать активное участие. Каждый участник посадил не одну делиться. Получилось пока не очень заметно, но в будущем красивая аллея. В посадке принял участие мэр города Бреста Сергей Лободинский, который рассказал в целом о благоустройстве областного центра. Сегодня по Бресту высаживается более, ну в целом по году будет высажено более 550 тысяч цветов. Это и благоустройство, так скажем, территории, как дворовых, так и на улице города. Ну и в целом, наверное, то, что вы видите сегодня, приводим в порядок дорожное полотно, улицы наши. И многие другие вопросы, которые сегодня мы видим, это высадка деревьев, кустарников, благоустройство школ, садов, ну и другие места, которые сегодня требуют, так скажем, хозяйского глаза. Для себя мы определили вообще по зонам отдыха. Это вот Красный Двор в этом году, хотим масштабно сделать его, потому что те вопросы, которые ежегодно поднимались и надзорными органами, ну требуют, так скажем, определенного внимания. Поэтому в этом году мы максимально приложили усилия, чтобы сделать там и парковку нормальную, и зону отдыха саму, и как пляжа, так и для общественного питания. Это и воду подвели, электричество там, для того, чтобы красиво, масштабно наши горожане могли там отдыхать. И далее мы для себя определили следующую, так скажем, концепцию по развитию зон, а у нас в городе их всего пять таких, разрешенных купанию. Вот до конца года разработаем концепцию по грибному каналу, я думаю, что на следующий год попытаемся также удивлять. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Ремонтович, Новости Бреста. Продолжение следует. Продолжение следует...